Добрый день, наши дорогие друзья и подписчики, с вами Сергей Форекстрим и у нас чудо фонарик WL08XPE плюс КОП. Смотрите, давайте сразу подумаем, на что он похож. Он похож на W52 Worklight, вот этот вот наш классический фонарик, но имеет немножечко другой функционал. Пластмасса тут, тут как бы корпус из прочного пластика, но в связи с тем, что W52 прошлый прорезиненный, он как бы в руке более интересно лежит. Значит, раскладной шарнир, внутри светодиод теплого цвета 2803 Кельвин, тут светодиод нейтральный 6200-6300 примерно так по ощущениям. А спереди есть линзочка и направленный диод. Значит, что имеет фонарь? Фонарь имеет клипсу для крепления, магнит, очень непонятный крючок, вот такой, что он из себя представляет и как его делали конструкторы, я не знаю. Он есть, для меня он такой, какой-то философский крючок. Магнит, ножку основания они сделали выступающую, чтобы фонарь мог спокойно стоять, упираться, не падать. Значит, дальше. Мы имеем чудо пауэрбанк, уже, кстати, зарядка Type-C, мы имеем в виду выход на пауэрбанк, но вы сами понимаете, что это не пауэрбанк для того, чтобы зарядить телефон, возможно, подзарядить. Как себя зарекомендует клипса в ношении, не знаю, но вроде как она прижимается, более не менее для пояса нормально. Итак, поехали. Режимы. Желтый режим, первое положение, яркое, вот в таком вот положении, стоит нормально. Желтый режим слабый, в полсилы. Дальше мы имеем направленный свет от светодиода на лбу, так скажем, в лобной части. И дальше первое положение, второе положение полсилы, третье положение красный столбик и еще одно положение мигающий, то есть знак аварийной сигнализации. Ну, не сигнализации, а знак аварийной остановки вот в таком вот положении на магните, поставленное на капот или багажник. Значит, смотрите, неудобство какое. Неудобство в этой кнопочке, если вы хотите сложить вот так вот фонарь, W52, переворачивался, проблем не было на 180. Тут вам для того, чтобы получить желтый, он никогда не будет направлен в эту сторону. Значит, и для того, чтобы получить белый вот в таком положении, например, зацепить куда-то на пояс или на карман, у нас кнопка включения уже спрятана. Значит, как по мне, это является маленьким неудобством, пока об этом никто не говорит. Есть световая индикация. Значит, и, друзья, влагозащита, если вы сюда посмотрите, на вот это вот отверстие, как там, помните в мультике, странное отверстие для маленьких жучков. Если вы вот сюда посмотрите, то вы поймете, что, как таковой, влагозащиты у фонаря нет. Он многофункциональный, он очень прикольный, он может использоваться и в машине, и в гараже, и где угодно, но под дождем, к сожалению, данная моделька использоваться не может. Внутри стоит аккумулятор 18650, который съемный. То есть, в принципе, вот все, что мы можем сказать об этом фонаре. Фонарей есть в наличии, если вдруг они вас заинтересовали, пожалуйста, обращайтесь. Постарался описать все. С вами был Сергей, World Extreme. Субтитры сделал DimaTorzok